От советского информ-героя Виктор Сергеевич Розов. Вечно живые. Действующие лица. Фёдор Иванович Бороздин. Варвара Капитона, его мама. Ирина, его дочь. Борис, его сын. Марк, его племянник. Анна Михайловна Ковалёва и Володя, её сын. Николай Николаевич Чернов. Варя. Студенты Танечка и Миша. Нюра. Антонина Николаевна Монастырская. Кузьмины, Анатолий Саныч и Люба. И Вероника. Это я. Экатолий Сына. КУСХИННИЕ ЗВОНОь. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы добровольцы. На какое число? Да. Чудаки. Понимаешь, на сегодня. Сегодня? Да, в 22 часа освещали. 22? Ты уезжаешь. Сам. А я? Как же я? Ну пойми, Вероника, ну иначе нельзя. Нет, подожди, ты сказал сам? Добровольный. Да что, я же люблю тебя. Вероника, Вероника. Война уже пришла. Я поднул заявление сам. Это так, я хотел тебе сказать. Ну завтра твой день рождения. И вот надо идти. Ну пойми, если я честный человек, я должен быть так. Иди воюй, проявляй героизм. Ну может быть, орден получишь, ну как же. Славы хочется, да нет, я понимаю. Да ничего не случится, пойдем к нам. Пойдем, ты умная, ты все поймешь. Что-то понимать, я все понимаю. Я же не дурочка. Ты сердишься, что я тебе не сказал. Я дома волнуюсь. А ты? А я приду. Скоро, очень скоро. Очень скоро. Я хочу побыть одна. Немного. Несколько минут, отыйдь. Боря! Боречка! Боречка, скажи, я только уходи, пожалуйста, от меня уходи. Не надо, не надо. Тихо, тихо, тихо. Я не буду. Ну что ты? Я не буду. Ну что, ну идем вместе. Нет, нет. Ну я не могу так уйти. Иди. Ну что ты на меня так смотришь? Запоминаю тебя. Какой? Такой, какая ты есть. Только не опоздай. Белка! КОНЕЦ Ирина! Ирина! Марк! Марк! Ну, подожди, пожалуйста. Ирина, захлати утюг. Слышу. Время. Время летит. И никого. Ты знаешь, Лёв? Степан побежал, скажет. А у Вероники, Лёв? Ну, на работе нет, значит, там. Ой, никому ничего не сказать, а? Так не похоже на Борю. Очень похоже. Ставить в известность после совершения факта, это его манера. Решать самому, не посоветовать? Да, да, да. Довольно странно. Маркуш, достань, пожалуйста, вот из этого ящика запонки. Они в коробочке есть под перьев. Вы ещё пару крахмальных воротничков не забудете. Ну, пожалуйста, не возражай. Места же они займут немного, а им вводят приятно. Вероникин подарок. Вряд ли у него там будет время заниматься лирикой. Ну что, отец придёт? Я же звонила. Он на операции. Бориса всё нет. Исчез. А нельзя ему вот до завтра задержаться? В повестке точно сказано, в 22 часа. Ой, какая-то вот бумажка. И уносит человека вот сразу вдруг. Да, и сопротивляться нельзя. А это ты его подарил, помнишь? Разве? Ой, испанник. Маркуш, позвони ещё раз Феде. Может быть, он освободился. Я не знаю, как сказать. Ну, вот и не сразу, конечно. Конечно, ведь прям как нет. Я не знаю. Алло, больница? Доктор Бороздин освободился. Попросите, пожалуйста. Ты сводку читала? Ещё бы! Занятно. А что? Ну что, ведём войну на чужой территории. Ну, и что? Что? Ну, как что? Никогда не думал, что Минск — это заграница. Алло, дядя Федя. Дядя Федя, ты можешь сейчас домой приехать? Да ничего особенного. Тут Борис трюк выкинул. Нет, дядя... Он ругается, я не знаю, как сказать. Дай мне. Федя, это я, да? Да нет, нет, это Марк напрасно сказал. Ничего такого не случилось, да? А ты когда сегодня кончаешь работу? Федя, Федя, пожалуйста, не горячись. Федя, я тебе ещё раз категорически говорю. Ничего не случилось. Сидим дома, тихо, спокойно. Да, даю трубку Ирине. Папа, Борис через час уезжает в армию. Экстренно? Да он ещё 23-го числа подал заявление. Сам. Нет. Его нет. Ну, ты приезжай дома и отругаешь. Чех на ноги поставил весь дом. Ой. Ну, а что делать, война. Война. Ему бронь полагалась, мы это все отлично знали. Глупость, он какую-то делал, глупость. Глупо, что не сказал. Остальное всё может быть даже очень правильно. Ну, ты ещё пойди в санитарки запиши. Надо будет, и пойди. А я считаю, что если вышестоящие инстанции сочли, нужным оставлять человека здесь, в тылу, значит, именно здесь он наиболее полезен. Винтовку держать каждый умеет. Время летит. Придёт мне повестка, пойду и не заплатит. Нет, свинство, если он всё ищет у Вероники, а? Ты как думала, он там просидит до последней минуты. Сюда только за вещами забежит. А, прочее в этих делах ты мало понимаешь. Мало, мало. Боря. Борянка, Боря. Ты что, с ума сошёл? Вы хотите знать, почему я вам ничего не сказал? Вот только для того, чтобы не было вот этих разговоров, вот долгих обсуждений, всё, ну всё. Ну и нехорошо, Боря. Мы тебя ждали, ждали. Что с тобой? С Вероникой поругался. Ты думаешь, мы осуждаем тебя? Да ведь я завидую тебе. Слушай ты. Эх ты, балда, свыше музыкального образа. Ой, строга. Сказать надо было, ну хотя бы отцу в море. Бабушка, ну куда так много? Ну ведь нужно же только самое необходимое. Отцу звонили? Да. Сейчас придём. Ругасов телефон, на чём свет. Марк, послушай, захоти, пожалуйста, завтра на завод. Найдёшь там вот, Кузьминан Анатолий Александрович, отдай. Или вот, позвони. Да зачем, конечно, схожу. Так, надо вина купить, я сбегаю. Вот не обязательно. Ну такой случай. Ну традиционная выпивка на проводах с Горя. Я красного за твои успехи. С Горя. Может и традиционная, а я тоже выпью, Лёночка. А почему ты без Вероники? Она сейчас придёт. А что, Оля? Сейчас придёт. Борь, да я же их уже положил. Борь, а вас это сразу, что ли, на фронт, да? Наверное. Вот и до нашей семьи дошло. А сейчас в каждой семье волнение, проводы, звёзды. Сорокины уезжают из Москвы, говорят, опасно. Сорокины уезжают из Москвы. Как думаешь, Борь, прилетят они до Москвы? Наверное, прилетят. Может и нет. Что будет? Что будет? Ой, какое время, батюшки. Я никуда не поеду. Лучше умереть здесь. Чем-то скитаться по чужим углам. Какое-то ненужное время. Ладушка. Я к вам с просьбой. А что, что? Завтра утром? Если можно, пораньше. Отнесите ей. А что это? Да нет, нет, ну что ты. Я же не спрашиваю. Просто отдать и все. Завтра у нее день рождения. И еще. Если... Ну мало ли что. Война. Ну уж помогите ей. А если я умру? А вот вам умирать не полагается. Тем более теперь, когда у нас только с вами секрет. Я вот возьму и умру. Отец. Фетя, Фетя. Фетя. 25 лет и быть таким дураком, а? Ну что, мы дети, что ли? Игрушки. Фетя. Фетя. Романтизма захотелось, а? Характер. А где Ирина? Где Марк? Ирина на кухне варит кофе. А Марк пошел купить красного. Ой, кофе красненького. Умельчают люди-то, умельчают. Ирина! Наконец-то. У меня в шкафчике. На заветной полочке. Неси. Удал. Так. Хорошо. А где Вероника? Сейчас придет. А где она? Ну, дома занята. Чем занята? Нехорошо. Должна быть здесь. Жених уезжает. Ну, не жених. Не жених? А кто? Так просто. Так просто. Так просто. Это что-то подозрительное. А ну, погоди, погоди. Ну-ка, иди сюда. Так просто. Это что-то подозрительное. А ну-ка, садись. Так. Ну, давай, давай. Я не в этом смысле. А в каком ты смысле? Хватит тебе придираться. Ну что? Ты что с ней, поссорился? Да нет. Держи. Нет, погоди. Ты что? Что ты? Ну, ты разбавь ее. Согласно правилам, да? Ой. Ну, что ты? Ты смотри, Борис. В такие минуты только радость, только прямота. Тогда и там будет что вспоминать. Будет куда возвращаться. Будет хотеться жить, Борис. Да-да, жить. Назло всем этим бомбам, этим пулеметам. Жить. И вернуться сюда, где у тебя самые близкие люди. И вернуться славно, поднявши нос кверху. Купил? А, Крастик? Да. Вот и будешь сам лакать. А мы на комбайне с оконжательную жидкость. Так. Ну что, все в сборе? Садись. Так, Марк, не садись на мое место. Ведь что, откуплено что? Да-да-да. Не откуплено. Знаешь, не люблю, чтоб за столом мелькали. Мы так двадцать лет сидели и еще пятьдесят просидели. Конечно. Вот ты, Борис, на это место сел. Ну, как ты сказать? Ну, таким вот, от горшка до горшка. Так оно твое будет, пока свой дом не заведешь. Ну, когда Ирина замуж выйдет... Ну, что ты, ну... Когда Ирина замуж выйдет, я ее стул на чердак выброшу. А я вот с диссертацией отмучусь и выйду. А вы бы мои записки погляделы. Я их лет 30 собирал. По выписке, фактам наблюдения. Все, думал, книгу написать. Звание получить. Работал, работал. Думал, успеется. Ну, а теперь вижу, что уже поздно. А я уже заканчиваю их просматривать. Да? Ну, да. Ну, и как? А заключение потом. Да, выглядит нам двойку залепишь, а? Посмотрим. Казалось. Ну, за то, чтоб все вернулись. В том-то и ужас, что не все вернутся. Ну, а кто не вернется, тому памятник до неба. И каждое имя золото. За тебя, Борис. За тебя, Борис. За тебя, Борис. За тебя. Поверни, я сам. Здравствуйте, Борисович. Борисович, просите. Я не готов, кстати, успею. Я... Ой. Здравствуйте. 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 Простите, пожалуйста. Я даже не отрекомендовался... Кузьмин. 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 Антон Александрович, товарищ Бориса Федоровича по работе. Понятно. Здравствуйте, Кузьмин. Простите, ради бога. Борис Федорович. Борис Федорович, вы, конечно, поступили не совсем честно. То есть, я хотел сказать, это, не совсем правильно. Вы же, вы же постарались опередить судьбу. Конечно, смешно было бы вас осуждать, особенно мне, но... Вы же, вы же отказались от брони, ну... Он отказался от брони! А вероятно, что именно... Именно вы должны были получить... Я говорю. Ну, чего? Я остаюсь. Нет, конечно, может быть, это нехорошо, но, вы знаете... Вот эта вся война, фронт, оно меня как-то... Как-то не манит. Да мне даже неприятно, когда мальчишки просто стреляют без ключа. Знаете? Ну, как? Набьют в обыкновенный ключ от замка, спичечных головок, потом как шаражгут об стенках. Это же чрезвычайно неприятно. Нет, конечно. Конечно, если и я понадоблюсь, то, как там говорят, возьму штык в руки и... Борис Ведорович... Простите, пожалуйста. Борис Ведорович, вы помните, мы с вами на прошлой неделе говорили о соединительной трубке к ЦАТВе? Да, да, я сделал расчёт, просил... Сделаем. Вот, вот. В расчёте получилось, но на практике это сами проверьте. Товарищ Кузьмин, прошу вас к столу. Товарищ Кузьмин, я прошу вас. Товарищ Кузьмин, я прошу вас. Товарищ Кузьмин. Нет, 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 что вы, что вы, я... Это я... Я это не под каким видом, вы что... А, да? Я уже слышу. А, ну да, да, да. Борис Фёдорович... Слышите, я обещаю вам работать за двоих. Да что там за двоих, за... Господи, за десятерых, а? Спасибо. Я... Ещё раз, всего доброго, до свидания. Слушай, Борис Фёдорович, разрешите я вас обниму, а? Вот он. Только, пожалуйста. Я прошу вас, пусть с вами ничего не случится. А то я буду чувствовать себя как-то, ну, совершенно неловко. А, Саша, не волнуйтесь, мы ещё поработаем с вами вместе. Мы поработаем, мы обязательно поработаем, мы... Ух, мы... Ладно, всего доброго. Ещё раз, всего доброго. До свидания. Будь она проклят, эта война! Да чего же она не кстати? Хм, да... Чапаев излива не получился. Да в душе, наверное, рад, что Борис идёт вместо него. Боря! Вера, может, ты из-за него? Да не трус он. Да, просто глубоко штатский. Человек опытный, знающий, а я... Я... Я должен быть там. Понимаете? Должен. Да... Не хочу говорить. А ты не говори, Борис. Ум не поймёт так, а для дураков нечего трепать в лице. Ах ты, Боряка, Боряка, Боряка. Вот ты мне родной брат. А я вижу тебя как будто впервые. Так, стоп! Семейное излияние потом. Ну, ты же Вероника, да? Да, кстати. Ты же Вероника? Ну... Она, может быть, не придёт, мы... Ну, мы попрощались и, в общем... А ты знаешь, я слыхалку тебя зовёшь. Белка. Да, да. Будут в комнате шуры-муры, а я-то ухо в двери и подслушиваю. Белка-то белка, а! Пусть к нам сюда почаще приходит. Попрыгает. А то Лена Ирина не по годам серьёзная. Марк, ну для него весь мир музей. А я в этой области профан. А бабушка, бабушка уже свой век отпрыгала. Как это? Как это отпрыгала? Вчера в дом управления рассказывали, как надо тушить зажигательные бомбы. Да я ещё попрыгаю на крышу. Ну, 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 ладно, ладно. Мне пора, папа. Уже. Ну, пора так пора. За твою жизнь, Борис. За твою жизнь, Борис. Повозь будет, свободные минуты откроешь. Держи, Лена. Сказал бы раньше, я бы тоже что-нибудь приготовил. Держи. Да ты подари свою самописку. Ну, если не жалко, конечно. Это ты нашёл подходящий момент, выводить. Держи. Держи. Пиши почаще. Раньше я бы на тебя крестик надела. Теперь, ну, пуговицу, что ли, от кофты-то. Держи. Здорово. А ну-ка, Борис, давай. Слезай с неё. Давай, давай. Слезай. Он ту большую у пояса. Давай, слезай, слезай, Борис. Держи. Держи. Так. Лучше. Ну, мне дарить нечего. И так не забудешь. Ругала тебя немало. Провожать не пойду. Устал. Дай глаза. Они проводят. Да, конечно. Марка, Марка. Послушай, не ходи. Почему? Ну, остайся с отцом. А, понял, давай. До трамвая провожу. Боря! Ты сейчас по какому адресу едешь? Не нужно, бабушка, не нужно. Так даже лучше. Вы ей скажите, что с дороги напишу. А если сейчас придет, отдайте. Там записка. 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 Боря! Мама! Ура! Ура! Разве ещё рюмочку? Выпей, Петя, выпей. Что не пьётся одному? Не пьётся. Ладно, я пойду. А ты куда? На дежурство в больнице. Так ты же пятницу дежурил. А я сменю Фёдорова. Старик устал. А мне всё равно в эту ночь не спать. Пап! Вот и вы, Вероника! Здравствуйте, Вероника! Здравствуйте! Здравствуйте, Вероника! Он все глаза просмотрел на вас. Ушёл? Да. А я хотела ему на дорогу что-нибудь купить. Я зашла в магазин, когда... Я зашла в магазин, а когда вышла, я не могла улицу перебежать. Мобилизованы идут. Колонны много, очень много. Трамвай остановились, машины тоже. Только они идут и идут и идут. Куда он ушёл? Туда она, сборный пункт. А где это? Да не сказал. Где-нибудь на Красной Пресне. Скоро... Ирина! Ирина! Провод! Скоро как. А мобилизованы идут и идут и провалы. Остановились машины. Машины тоже, а я хотела... Федя держался так хорошо. Слава Богу! Слава Богу! Обошлось без слёз. Да. Да. Без слёз. Он. Он же записку вам оставил. Сейчас. Я сейчас. 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 Что это ты? Это же завтра у вас день рождения. Зато что-то... Весь, как раз. Скоро... Весь. А записка где? Нет нигде. Может быть, подскажет. Видимо, с собой унес. Заволновался. С собой унес. Забыл. Забыл? Забыл? Что ж вам напишет? Скоро. Очень скоро. Он тебе напишет. До свидания, спецпетон. Здрасте, Вероника. А чо ж вам опоздали? Куда вы? Нет-нет-нет-нет. Я вас не отпущу. Не уходите. Садитесь, в нашем доме вы как родная, честное слово, мы вас все очень любим, дядя Федя сейчас об этом говорил, берите пример с Бориса, молодец, смеется, острит. Почему смеется? Ну, так просто, для бодрости. Да не надо судить, Борис, он не мог сделать по-другому, это был бы не Борис, это же закономерность времени, комсомол, идеи, все это понятно, это же массовые гипнозы, как в цирке, вы сидите, потом все засыпают, поют, пляшут, а я никогда не поддавался гипнотизерам, даже когда хотел. Ну, расскажите, расскажите, расскажите лучше, как ваши дела, выступаете в институт? Какой институт? Как, ну, вы же хотели держать в сурикусе. Зачем? Да пусть война, а мы с вами должны работать, я над своей сонатой, а вы должны поступить в институт, должны, иначе война может убить вас духовно, убить ваш талант. Вы были на последней выставке в Третьяковке? Серову. Да, Серову, и представляете себе, если бы в ту войну великий Серов пошел на фронт и погиб, это была бы всемирная историческая глупость. Хотите, я вам поиграю? Послушайте. Москвичи идут! Возвращайтесь живыми! Хотите кофе, Вероника? Нет, спасибо. Последняя пачка осталась. Хорошо бы где-нибудь достать. На рынке у спекулянтов всегда живее. Дорого. В Ленинграде я редко пила кофе. Боялась за сердце. А вот муж любил. Особенно по вечерам, перед работой. Он много работал по вечерам. Анна Михайловна, скажите, а вы сильно любили своего мужа? Мы прошли с Кириллом 29 лет. И сказать, что я любила его, это и мало, и неверно. Это была часть меня. Я, он и Володя, мы были одно целое, невозможное в розе. А вот, оказывается, на свете все возможно. Вы сильная женщина, Анна Михайловна. Это кажется. Где-то написали. Как уж я вам не знаю. Привязались эти глупые стихи. Вот мы живем в этих комнатах уже целую вечность. А я? Я все не могу привыкнуть, как будто сосланная. Вот Володя пишет, что возвращается из госпиталя. А когда? Ну, хоть бы сообщил приблизительно. Так и остался легкомыслим. А ведь ему сегодня 21 год исполнилось. 21. Поздравляю вас, Анна Михайловна. Спасибо. Он славный мальчик. А у меня даже ни одной его фотографии нет. Решительно ничего не осталось. Мы захватили много вещей. Все благодаря стараниям. Марка. Да. Ваш муж очень практичный человек. А мне никого не надо. Я хочу быть как вы одна. Вас любит Федор Иванович. И мне кажется, не меньше, чем свою родную дочь. Я не могу его любить, Анна Михайловна. Ну, он же все понимает. Знаю, 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 знаю. А который сейчас может быть час? А, вероятно, седьмой в начале. Ах ты, бесконечные дни. Я не знала Бориса Федоровича. Но говорят, что это был в высшей степени умный и порядочный муж. Был? Пропал без вести? Не обязательно. Анна Михайловна. Господи, простите. Простите, ради бог. Я просто неправильно выразилась. Да, да. Март такая фьюга. Да. А в Ленинграде Март тоже всегда снежная. Вероника, а можно мне задать вам один вопрос? Но если не хотите, не отвечайте. Я не обижусь. Да. А почему вы вышли замуж за Марка Александровича? Вы пьете без сахара? Да. Экономлю. Приедет Володя и спеку что-нибудь вкусненькое. А у меня теперь есть много вкусного. Вон, целая корзина золотых орехов. А вам нравится игрушка Анна Михайловна? Ой, очень. Очень. Надо же, Вероэль, я сделала на заказ. Я в магазин таких не видела. Когда-нибудь заверну и уйду тихонько одна. Куда? Не знаю. На самый край света. А я умираю, Анна Михайловна. Да что? Я умираю, Анна Михайловна. Да что? Я пошла здесь учиться. Не смогла. Ушла. Пошла работать. Этот завод проработала всего две недели. Тоже ушла. Все рассыпается Анна Михайловна. Это война, Вероника. Я понимаю, надо трудиться, жить. Но вы, Федор Иванович, Ирина, Марка, все трудитесь, волнуетесь. Я все потеряла. Да у вас осталась жизнь. И она вся впереди. Долгая, неизвестная. Да вот вы умная женщина, вы преподаете историю. Скажите, в чем смысл жизни? Вероятно, в том, что останется после нас. Вероника, ну что вы, ну что вы, послушайте, послушайте. Вы идите работать и не ищите ответы на вопросы внутри себя. Вы их там не найдете. И оправдание себе тоже не подыщите. Николай Николаевич не приходил? Неужели придет? Не приходил? Нет. Посидите, Анна Михайловна, пожалуйста. Марк Александрович, вероятно, устал. Вы не мешаете, Анна Михайловна, сидите. Да у меня скоро лекция. Конечно. У ее сына Володи того, что в госпитале, оказывается, сегодня день рождения. А ты им позволя... Если придет Чернов, ты, пожалуйста, будь с ним повежливее. Противным. Ну мне он, может быть, в сто раз противен, чем тебе. Ничего не поделаешь, начальство. И деньги у тебя берет всегда в займы, никогда не отдаёт. Зато какой администратор концерт устроил? Самое выгодное. А еще неприятно смотреть, когда ты перед ним лебезил. Я никогда перед ним не лебежу! То есть не лебежу! Фу! Какое идиотское слово. Вообще, мне противило вот эта война. Грибчанин, скоро кончится. Месяца четыре, полгода. Да ей конца и края нету. Я музыкант. Чего от меня хотят? Я плевал на эту войну. Были Бетховен, Чайковский, Глинка. Бах! Они творили, не считаясь ни с чертом, ни с дьяволом. Им все равно было при комы, когда творить. Они творили для искусства. Прекрати! Мам. Ты совсем перестал заниматься. Я иногда в отчаянии прихожу. Ах, это война. Война. Ну ничего. Ничего, будет ей конец. Самое главное сейчас выстоять. Ты понимаешь? Выстоять. Да, прошу, не надо. Пойди. Пожалуйста. Не надо. Пожалуйста. Здравствуйте, Вероника Алексеевна. Здравствуйте. Ну, Марк Александрович, ну вы уж извините меня за вторжение. А ну что вы, ну Николай Николаевич, ну я очень рад, мы очень рады. Пожалуйста, раздевайтесь. Ох, немцы-то как на Кавказе продвинуты, читали? Ничего, ничего, мы им еще покажем себя. А можно я положу шапку вот на этот столик? Да, 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 куда угодно. Тепло у вас, уютно. У меня жена с детьми в Ташкенте, живу как бесприютные. А я в магазин. Хорошо. Мам. Всегда восхищаюсь вашей супругой, какая она непосредственная, чистая. Николай Николаевич, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Что вы, что вы, я сказал совершенно искренне. А это ее детская невыдержанность, ну делает ее просто очаровательной. Просто очаровательной. Да, искал вас сегодня филармония, Марк Александрович, мне совестно к вам обращаться на выручайте. Жена пишет, сидит без копейки. Сколько, Николай Николаевич? Ну, буквально, сколько можете. Ну, хотя бы 500 рублей. Пожалуйста. Пожалуйста. Я все подсчитаю. Да ну вы что? Я все подсчитаю, верну у меня там все. И еще у меня к вам небольшая просьба. Вы не могли бы попросить Федора Ивановича достать некоторые медикаменты? Какие? Хорошо бы сульфидин, опий, камф. Вы знаете, дядя Федор болезненно, щепетильный. С этим к нему подступиться невозможно. Не надо, не надо, не надо. Ну, я посмотрю. У него домашние аптечки есть. Нет, нет, нет. Я посмотрю. Я посмотрю. Черт, да, человек. Ух ты. Вот это все, что есть, не густо. Осторожно. Зачем вам так? Ну, много. Вы скажите Федору Ивановичу, что это для меня. Надеюсь, не обидится. В сущности, ведь пустяк. Вы будете сегодня Антонина Николаевна? Я не знаю, наверное. Да. Но вы извинитесь за меня. Скажите, что не могу прийти. Дела филармонии. Кстати, могу вам предложить вот эту коробку конфет. Сделайте именинный подарок. Антонина Николаевна будет очень рада. Ну, конечно, не густо, но вы возьмите и привяжите сверху какой-нибудь пустячок. Ну, вот, хотя бы эту белку. Вот, давайте сюда. Давайте, давайте. Давайте, быстро, быстро. Давайте сюда. Да что это? Так. Смотрите. Да. Ну, вот. Получится недурно. Уверяю вас. Эх, война, война. Во всем надо проявлять фантазию. А сколько, Николай Николаевич? Да ничего, ничего. Потом сочтемся. Сущности пустяк. Спасибо. Так я оставляю, да? Спасибо большое. Так, а хотели, чтобы вы выступали в госпитале? Бесплатно, разумеется. А я вас пригласил в другую бригаду. Кажется, недурно заработать и пригодится. Спасибо. Верно? Ну, кланитесь вашей супруге, какая она у вас непосредственная. До свидания, Николай Николаевич. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мак. Марк! Марк! Я сегодня совершила чудо! Воскрешение из мёртвых! Понимаете? Понимаете, он умирал. А теперь будет жить. Будет. Будет. Госпиталь! Кто это? Нянюшка! Как состояние больного Сазонова из 45-й палаты? Ну, ты бороздина, говорит. На боль жалуется, но ничего. Пусть потерпит, голубчик. Есть, просил. Есть, просил. А у меня у самой аппетит разыгрался. Да, чтобы понять всё вот это, надо быть или врачом, ну или умирающим. Ой, Анна Михайловна, это 32-й мы воскрешённые. А ты бы делал зарубки, как бойцы на винтовках. Убьют фашиста и зарубку делают. Ну и ты. Хотя бы на операционном столе. Ты меняешься, Марк. Ты не в лучшую сторону. А я не понимаю, как ты можешь копаться в чьих-то потрохах, делать ампутацию, резекцию, потом плясать от радости? Ну, вы знаете, успех в любой работе приносит чувство удовлетворения и радости. Это что, по-вашему, если гробовщик сделал хороший гроб, он потом тебе потирает руки от удовольствия? Ну, как это ни парадоксально. Вероятно, да. Тьфу! Тонкая натура. А ты куда префронтился? В концерт. Ври умнее. В среду у тебя выходные. Говорят тебе концерт. Шевский. Где это? В клубе пищевиков. Спасибо, Анна Михайловна. Пойду-то пишу в свою тетрадочку. Ой, Ирина Федоровна, только не перетруждайте себя. Я заметила, вы по ночам все пишете, пишете. А действительно, что-то там летописи, что ли, сочиняете? Да. Все повести временных лет. Просидит она в девицах. Помяните мое слово, помяните мое слово, да потому что, когда молодая женщина так иступленно работает, значит она что-то в себе заглушает. А вы что, хотите уничтожить эту белочку? Да. Тут один мальчик по дороге именинник, я зайду по пути поздравлю. Марк Алексеевич, ну мне кажется, ваша жена очень дорожит этой вещью. Ничего, я ей куплю другую игрушку. Вы бы поговорили с женой, Марк Алексеевич, у нее очень тяжелое настроение. Да я вижу. Чего ей надо, не пойму. Поговорите вы с ней, Анна Михайловна. Мне самому иногда невыносимо. Домой возвращаться не хочется. Скажите, Веронике буду не поздно. Марк Александрович, Марк Александрович! Все-таки как-то неудобно получилось. А что такое? Да вот, ваша невестка оставила тут маленькую плюшевую белку. Вероятно, чей-то подарок. Борин подарок. Я так и думала. А Марк Александрович привязал ее к коробке конфет и унес подарить какому-то мальчику. Черт знает, что делается. Концерт, ну я чувствую. Мальчику. Зовут этого мальчика Антонина. Да что вы, Ирина Федоровна? Да надо быть глупой, как Вероника, чтобы ничего не видеть. Может вы ошибаетесь? Ошибаетесь. Наша операционная сестра живет в одном доме с этой особой. Я уж молчу, чтобы отец ничего не знал. Бедная девочка. Да чего мне ее жаль. Представьте себе, а мне ни капельки. А это какая-то кукла. Сидит на своем диванчике, ежица как будто тонула, а ее только что из воды вытащили. Это вы верно заметили, но у нее доброе сердце. Да это у вас доброе сердце, Анна Михайловна. Да вы бы знали ее раньше. Кохотала так, что завидно делалась, лепила, в художественное училище собиралась талант. А теперь, да самое большее, что из нее получится, это вот, домашняя хозяйка. Да и то, вероятно, плохая. Вы рассуждаете, как энергичная женщина. У девочки погибли родители. Да, я знаю. Первое время и я не могла смотреть на нее без слез. Но дни идут. И в этой адской войне надо выстаивать, а не превращаться в простоквашу. А иначе что получится? Сейчас счастливых нет. И быть не может. Вы обижены за пропавшего брата или нет? Да и за него. И не правы. А я из-за Бориса никогда не прощу. И не правы! Война. Война. Война калечит людей не только физически. Она разрушает внутренний мир человека. И это одно из самых страшных ее качеств. Вы же понимаете ваших раненых. Когда они кричат, стонут. И если даже мечтают вам лечить их. Но там и терпеливые, снисходительные. А здесь мы обрежем палец и бежим в больницу. И когда у человека изранена душа, мы только и кричим, крепись, мужайся. Ну а ты чего задержался? Ребята отправляли. Понятно. Кого домой, а кого выздоравливающий батальон. Держи. Да. А где Вероника? Где Марк? Марк Александрович сказал, что у него концерт. А Вероника, вероятно, пошла прогуляться. Да. А вот не люблю, когда дом пуст, Анна Михайловна. Не люблю. Эх, скоро мы хотя бы за стол сможем садиться все вместе. Как в Москве. А? Анна Михайловна, Анна Михайловна, а вы? Нет, спасибо, я только что пила путь. Ну, двое так двое, а? Ирина, в шкафчике, на заветной полочке, с устатку, а? А? Ну, ты бы воздержался, а? Так я же за твои успехи, а? Ах ты. А ты, Ирина, молодец, молодец, давай-ка, и ты проглоти маленькую, давай, давай. Да ну вот еще, мерзость такое. Ну ладно, тогда за тебя, Ирина, за тебя. Писем не было? Нет. Понимаю, глупый вопрос задал. Ладно, ничего, потерпим. Ирина, ты бабушке деньги отправила в Москву? Да, утром. Нет, ты скажи, чего она там в Москве сидит и караулит, а? Упрямая. Ирина, а ты заметила, доктор Бобров-то на тебя поглядывает, ты заметила? Есть у меня время. Да, 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 вообще он симпатичный, он симпатичный, да не, ну попробуй-то, ну, я же вижу, ну, как-то, а? Ну и что? Ну что, ну что, ну что, ну какая ты, что? О, кстати, давай садись. Ну что, пероловка, что ли? Кажется, давай ешь, не разглядывай. Гречневый хочется. Кашу ты варила? Я. Во. Да. А снег-то вам третий день лепит и лепит, а? Да. Давай я уберу. Ладно. Сиди уж. Ну как? Что? Гуляла? Да. Да, это хорошо, хорошо. Знаешь, тебе надо бы духу побольше, а? Вот духу побольше. Наверное. Ты мне извини, конечно, но может быть тебе это заняться там чем-нибудь, а? Не могу. А ты, а ты че, не могу, а? Я подумаю. И ты, ты потерпи, потерпи, слышишь? Придет письмо и все будет в лучшем виде. Ну вот ты увиден. Вы меня за него никогда не простите-то. Что ты, что ты глупая? Глупая, ну что ты, я же, я же люблю тебя, слышишь ты? Люблю. Ой, простите, ради бога, очки куда-то дело. Так, пойду-ка я это самое, дров накою, что ли? Ой, ну глупо ты они. Марк Александрович просил передать, что вернется не поздно. А, Михаловна, а вы не знаете, куда я положила свою белку? Ну что, что ты? Ее унес Марк Александрович. А? Унес Марк? Куда? Подарить какому-то мальчику. Мою белку? Мальчику? Вы не волнуйтесь, Вероника. Куда он ушел? У него концерт. В доме работников пищевопромышленных. Клуб, скажите, а во сколько у вас сегодня начинается концерт? Ну это клуб пищевой промышленности? Ну у вас должен быть концерт! Выходной? В клубе сегодня выходной. Ты чего раскричалась? Где Марк? На концерт. Я звонила. Ну значит укатил в гости. Куда? Я не знаю. Вы что-то не говорите мне, он кому-то унес мою белку. Ну и что? Подняла крик из игрушек. Кому он ее унес, ты знаешь, да? Ну знаю. Кому? Антонине Николаевне Монастырской. Какой Монастырской? Врачи. А ты спросила Марк! Елена Федоровна, если бы начали говорить... Говори! А то не командует! Ну Марк, бывает. У этой Монастырской часто. Поняла? Ты мне нарочно говоришь. Ой. Да с какой стоять? Назло ты мне завидишь! У меня муж меня любит, а ты ты еще старая дева! Вероника, что вы! Монастырская живет на улице Куколь, где главный костроном, кажется, на втором этаже. Ну сейчас придет Марк Александрович, вы объяснитесь, но надо только подождать. Ждать, 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 опять ждать, опять ждать, но я же все время чего-то жду, 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 хватит! Я не хочу это, ни вас, ни Марка, ни этих стен. Вы меня все осуждаете, только притворяйтесь жалостью, а я, а я не хочу этого, не хочу. Куда вы? Туда, к нему. Ну это, это неудобно. Все удобно. Борис не поступил бы так. Вот он приедет и все, все, все мне бродит, потому что он меня любит, понимаете? Он меня любит, любит! Ирина Федоровна, Ирина Федоровна! Что? Она убежала, туда, как... Черт, дернул меня ввязать в это дело. Ничего не будет. Да, по скандалителю все. Испортила настроение. Так хорошо на душе было. И все-таки вы слишком жестокий к ней. Да я знаю. Но я ничего с тобой поделать не могу. Пора. А вы очень спешите. Анна Михайловна. Да нет. Пойду потихоньку. А что? Скажите, а я действительно на старую деву похожа? Да? Ну что вы... Что вы... Ирина Федоровна... И вы не подумайте. Да я не черствая. Да и не то, что я не могу любить. Я... А я любила. А я любила. Честное слово, любила. Ну... Ну правда, это, конечно, в школе еще было. В десятом классе. Он был такой... Он был такой... Тихий. Хороший. Гриша. Ой. Только вы, пожалуйста, не говорите об этом никому. Хорошо. Что вы, я копилка, надежная копилка. А вы знаете... А он меня даже провожал несколько раз. Да. Ну а потом они переехали жить в Свердловск. Это удивительно, а. Это позвольство. Слышь, новые инструкции прислали. Читала? Нет. Ага, нет. Вот теперь полюбопытствуй. Ой. С вами потом поговорим. Толкового на три копейки, а. А канцелярщины в пункт. Писанина и писанина. Так, ты не рычи. Давай разберемся. Там разбираться нечего. Откуда первую страницу? Вот на первой странице. Да, впустим. Ну, так, дальше смотри. Хорошо. Да. Можно, заходите. Вот теперь, вот. Этот пункт. Ну, ты полный... Анна Михайловна Ковалева здесь живет? Здесь. А только она на уроках. В вечернем техникуме. А комната ее где? Вот эта. Молодой человек, а вы, собственно говоря, куда? Домой. Я ее сын. Володя! Володь! Володь! Вот это да! Я, наверное, Вероника. А я Марк Александрович. Ирина Федоровна. Ничего, разберешься постепенно. Вот вы какие. Что, нравимся, да? Нет. Ну, дорогой гость, давай скидывай свои пожитки. Анна Михайловна пока что ушла, поэтому немножко потерпи. Иришенька, там в шкафчике на закатной полочке. Давай, доставай. Сейчас мы с ним покалякаем немного. Покалякаем. Ты вообще пьющий? Конечно. Ты, как гордость тоже. А, смотри, а сколько же тебе лет, скажи? Двадцать. Один. А, а я только водку в двадцать пять попробовал. Ага. Да. Мировая война, революция, гражданская. Ну, как-то не везло, понимаешь? Ну, я все-таки на фронте был. Ну, я понимаю, понимаю. Ты в отпуск или почистый? Почистый. Почистый? А ты чем заслужил? Пуля в легком сидит. Что ты? Это не больно. Вы только матери не говорите. Сидит и пусть сидит. А ей, скажем, что выпущено. Ну, а что ж ты не писала при езде? Нарочно. У меня сегодня день рождения. Ух ты. Значит, сюрприз. Да, только вот вид непраздничный. Да, да, да. Тебе шударшник выдал не первый сон за день. Ты взял, что попало, только поскорее. Ну, да, 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 да. Тороги пропылился. В Азии-то уже жарко. А почему ты решил, что я Вероника? Мать писала хорошенькая. О, Ирина, твои шансы повышаются. Да, ну че так же ты, как вы? Это же она и Веронике писала. А вас она тоже хорошо писала. Да, кстати, а где Вероника? А, гулять ушла. Ну, молодой герой, в нашем доме ты первая ласточка. Дай бог, не последняя. Да, как говорится. А он не в этом смысле, сказал Володя. Да я знаю. Вот она, да. Что? Что? Давай, берите. Ирина! Давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...